Итак, всем привет! С вами Олег Аллаф Гудвин. Сегодня мы поговорим про закаливание. Закаливание бывает разное, да, и самое интересное, как в него войти. Я вам скажу, что польза здесь неимоверная для здоровья. Я, например, начал обливаться холодной водой лет 16, по-моему, и до сих пор уже лет... Сколько мне сейчас? Не помню, 30 лет точно. Точно обливаюсь практически каждый день. Ну, может, не совсем прям каждый день, да, там бывают пропуски. Ну, поначалу важно именно каждый день обливаться. И сразу вам покажется это стрессово, да, то есть сразу ведро холодной воды на себя вылить, особенно зимово, это тяжело, поэтому начинать лучше, во-первых, летом, когда разница между температурами, например, в кране и в воздушной среде не такая большая. То есть если воздух нагревается примерно 30 градусов, да, то в кране идет температура комнатной... комнатной температуры вода 24-26 градусов, да, наше тело 36 примерно градусов, ну, на поверхности кожи, да. То есть разница в 10 градусов уже существенна для нас, да. Но даже если те, кто и этого не выдерживают, да, такого холода, да, то можно немножко так обмануть свой организм, закаливаться не холодной водой, а горячей водой. То есть вы, например, теплую воду делаете комфортной для себя. Контрастный душ. Ну, контрастный душ, это да, еще один следующий вариант. То есть вода комфортна, когда температура тела человека, да, 36 градусов примерно, да. Достаточно изменить ее выше чуть-чуть на 38-39 градусов, всего лишь там 34 градуса, да, вам уже стресс для кожи. Тут именно идет воздействие на кожу. То есть вы не холодной водой, а наоборот горячей. То есть диапазон делаете не вниз разницу, а вверх разницу делаете, да. К этому привыкли, потом уже можете переходить к контрастному душу, то есть постепенно входит, да. Погорячее так, чтобы прям кожа краснела, насколько вы терпите, да. И холоднее настолько, насколько есть вода в кране, она там не бывает совсем холодной. Максимум даже зимой всего лишь 15 градусов тепла. То есть там даже не бывает 10 градусов или 5 градусов. Даже в прорубе плюс 5. Да, даже в прорубе плюс 5, плюс 6. Вот. И когда вы это уже натренируете свой организм, да, тут самое важное, шок для кожи, чтобы она испытала шок. И это оказывает лечебный эффект. Вы же не водитесь, там многие говорят, застудишь почки, там, еще чего-то. Это же на самом деле секундное воздействие. Это же не стоим мы там 3 минуты и льем себя на почки, да. Это там, ну сколько, 10 секунд в горячей воде, 10 секунд в холодную воде, там, да. Туда-сюда. Об этом, кстати, вот и сказка, Тарканек-Горбунок там в конце говорилось о том, чтобы царь помолодел, да. Ему надо, наверное, сначала в кипяток, потом в холодную воду, потом в молоко. Вот. Как бы это вот все об этом. Какие нюансы. Обязательно надо пролить эти места холодной водой, например, да. Тыльную сторону рук, стопы обязательно, да. Ну, я лицо обязательно, глаза, если так освежает, омолаживает, бодрит. И крайне на сакральную терапию. Включаем это от макушки, слить по спине, чтобы затылок обязательно, да. Затылок тоже горячий прогревает с водой, потом холодный. И до копчика, а точнее даже до анального отверстия. Анальное отверстие тоже должно стимулироваться, чтобы не было вот этих вот геморроя, там, и других проблем, да. То есть холодный, горячей водой на анальное отверстие прямо. Это вот получается сакрум, это крестец, да, а крайне это огнячок. То есть вот между ними идет, вернее, что мы этим делаем, запускаем. Мозг черепной и спиной находятся в кожухе. И там есть жидкость ликвар. У нее есть определенная скорость течения. Она, ну, примерно 20 минут поднимается вверх, 20 минут вниз. Там микро вообще такие движения. Ну, это очень сильно влияет на внутричерепную коробку, на внутричерепное давление. Добавляется, соответственно, от мигрени, от бессонницы, от хронической усталости. То есть вода лечит вообще прям капитально. Далее уже, если это подготовили, можете брать холодное ведро, со льдом лед туда накидать, да. Ну, зимой легко можно от снег талой взять, чтобы он чуть-чуть растаял, да. И два раза обливайте себя, ну, желательно стоя, босиком, на земле, на снегу. То есть, чтобы у вас, это энергетически важно, мы положительно заряженные люди, да. Земля отрицательно заряжена, чтобы с нас положительный заряд вот этот сошел с кожи. То есть, первое, обливайте спереди, да, чтобы все покрылось водой. И второй раз сзади, чтобы все покрылось водой, и обязательно вот ротничок и затылок. Значит, два ведра? Два ведра готовите, так, как минимум. Ну, я видел, некоторые по четыре ведра готовят, там. Еще там, так, ну, какие-то дополнительные места, снизу там обливают. А ты на улицу выходишь где-то? Сюда на улице, на даче. А дома, если в ванной? Ну, можно в ванной, да, если не это условие, тогда в ванной. Босиком в ванной, два ведра. Так, и далее уже можно переходить к более жестким закаливаниям, это в проруби, да. Про прорубь это вообще отдельный разговор, но, в принципе, там тоже очень просто. Мы же не заболеете, потому что там не три, не пять минут, да, там буквально, ну, секунд двадцать на то, чтобы там окунуться полностью с головой, да. Три раза, ну, кто-то там крестится еще три раза, да. Ну, это 20-30 секунд занимает, заболеть, еще раз поверьте, не сможете, но зато происходит потрясающий эффект в организме. Температура повышается до 40 градусов, и это убивает все бактерии, там, вирусы, да, все, что у нас в организме накопилось, грибки, да, они вот начинают уничтожаться. И лимфатическая система уволит это все из организма, уводит как? Через кожу. Поэтому кожу мы стимулируем. Лимфатическая система напрямую связана с порами, с порами через пот, все выходит. Также очень хорошо в бане, да, нагрелись максимально и под холодный душ. Нагрелись и под холодный душ. Ну, обязательно, чтобы на семечке, чтобы был холодный душ. Только тут осторожно. Кто-то может в обранку упасть, у кого-то давление может там резко опуститься, когда вы сразу холодный разрыв. То есть в бане делаем с осторожностью, да. Так. Ну, дорогие друзья, это вот такая польза, которую вам надо использовать обязательно. Еще одна подсказочка небольшая. Закаливание еще воздухом тоже. Под холодным воздухом ходите раздетыми хотя бы там минутку-две. Тогда вы сквозняков вообще не будете бояться. Я знаете, как делаю? Я вот массажист, работаю, потею на работе. И выхожу на мороз, минус 20, минус 25, сохнуть. У меня вот маленькая футболка вся мокрая, понимаете, я сохну. И не возникают все шоки, такие, как ты там замерзнешь, простудишься вообще. Он настолько разгорячен от тела, что у меня жарко на морозе. И высыхает футболка, представляете? Это вот йогуртская тема. Где-то там в горах, они там, да, у них такая практика есть. Суши просто по несколько простыней. Да, мокрые простыни одевают на себя. В тебе эти выходы. Медитация одной только разогревает. Медитация разогревает свое тело, да. И она прям испаряется, все парфюм, прям идет. И никто ничем не заболевает. Так что, если хотите избавиться от болезней, я, кстати, вот простудами, заболеваниями с 16 лет не болею вообще. Ну, максимум какие-то там у меня есть отравления или что-то там съем не то, да. Чтобы мне заболеть с простудой какой-то, вирусом, да, подцепить, это надо что-то прямо чрезвычайное такое сделать. Там, не знаю, разгоряченную, мокрую выйти на улицу и идти куда-то. Кстати, тренируюсь тоже, когда, ну, мало ли это, бывает, спотеют ботинки зимой, да, ноги в ботинках, вернее, и начинают мерзнуть. Вот иногда возвращаешь домой после таких походов, там, минут, час-два, там, руки без перчаток, все вот так мерзнет, все дорожит вот так вот, да. Еле-еле дохожу отсюда, думаю, тряска вообще неимоверная. И все проходит, ни обморожения, ни болезни, ни простуды, ничего нет. Вот поэтому рекомендую вам воспользоваться этим способом. Ну, максимум бывает, там, сопли 2-3 дня, и все проходит сразу же. Вот, отличный способ закаливания. Пробуйте, тренируйтесь. Все проверяем на себе. Я рекомендую только то, чтобы проверил, и что я осознаю, что оно действительно работает, только рабочие методы вам дают. И в следующем видеоролике расскажу о профилактике водой для других заболеваний. Ну, например, я водой излечился, контрастным душем, от почесухи. Такая болезнь, когда расчесываешь тело, ну, такой зуд, ногтями пока кровь не пойдет, просто вот не остановишься. Я долгое время болел, лет 10, наверное, пока водой, контрастным душем, с прохлопыванием не вылечивает себя. И все, теперь вот этих кожных заболеваний вообще нет. А в следующем видеоролике расскажу про то, как прием ванны в джакузи помог мне привлечь ангелов, и они исполнили мои желания. То есть материализация желаний через воду. Хип-хоп, лолей, ловите свет, господа, и подписка.